Подготовка к теракту в Волгограде началась почти за полтора месяца. К таким выводам пришли следователи. С 10 сентября смертница Наида Осиялова прекратила любое общение с родными и знакомыми. Новые детали в расследовании взрыва в Волгоградском автобусе сегодня на встрече с журналистами рассказал руководитель областного управления Следственного комитета Михаил Музраев. Напомним, трагедия, которая произошла 21 октября, унесла жизни 6 человек, 55 признаны пострадавшими. Тему продолжит Станислав Лопатин. В ходе следственно-оперативных мероприятий был составлен график передвижения до места теракта смертницы 30-летней Наиды Осияловой уроженки Дагестана. По рассказам очевидцев и записям с камер видеонаблюдения, она села на автовокзале города Махачкалы в рейсовый автобус, идущий в Москву. Но при этом билет купила именно до Волгограда. Она целенаправленно ехала в город Волгоград. То есть допрошенные диспетчера, которые продавали билеты, водитель автобуса, с которым она расплачивалась, четко говорят, что она оплатила стоимость проезда до Волгограда и заблаговременно попросила остановиться именно около следственной академии. Для следствия важными оказались и показания пассажиров междугородного автобуса, который после теракта был остановлен на посту ГИБДД в Новониколаевском районе. По их словам, Осиялова сидела одна, занимая сразу два сидения. Ни с кем не разговаривала, во время стоянок из автобуса не выходила. Пассажиры также рассказали, что левая рука Осиялова была забинтована, а правой рукой она постоянно что-то поддерживала в области груди, поясняя, что у нее сломаны ребра. Следствие склоняется к тому, что правой рукой она поддерживала взрывное устройство, поскольку на месте трагедии обнаружен бинт со следами взрыва, а также фрагментом, прикрепленным к нему с внутренней стороны провода, возможно, входящего в самодельное взрывное устройство. В полдень террористку автобус высадил в Волгограде возле Академии МВД. В течение 40 минут она находилась на Самарском разъезде в Дзержинском районе, где успела пройтись по гипермаркету Ашан. Затем через 20 минут на машине частника прибывала в торгово-развлекательный комплекс «Акварель» в Советском районе. Походив по малолюдным для понедельника торговым рядам, на Университетском проспекте в половине второго она села в автобус номер 29, идущий в сторону Красноармейского района. Все ее передвижения документально подтверждены. То, что именно сама Осиялова привела в действие взрывное устройство, у следователей нет сомнений. Специалисты склоняются к тому, что Осиялова самостоятельно привела в действие взрывное устройство, поскольку на месте трагедии и в ее окрестностях фрагментов сотовых телефонов, радиодеталей, которыми могла воспользоваться террористка, либо входящих в состав СУ, не обнаружено. Осмотр проводился тщательно в течение двух суток. В Волгограде смертница ни с кем не общалась. Средств связи при ней не обнаружено. Зато найдены частицы взрывного вещества на сидениях автобуса и машины частного извозчика, в которых она ехала. Следователи уверены, пособников и сообщников у террористки в нашем городе не было. По словам Михаила Музраева, к сожалению, в интернете сегодня появляются видеоматериалы, дискредитирующие работу правоохранительных органов. Установлены и допрошены все лица, имеющиеся на записи. Никакого отношения к органам безопасности и в целом к правоохранительным органам они не имеют. Так же, как и к организации террористического акта. В автомобиле УАЗ, на котором акцентирует внимание автор ролика, находилось пять человек – водитель и четверо рабочих сельскохозяйственных полей, расположенных в городическом районе. В этот день они ехали в Красноармейский район для покупки сельхозтехники. И по поводу вначале появившегося в СМИ паспорта Осиялова и где она в хиджабе. По заявлению Михаила Музраева, это непонятно, с какой целью сделанный фотомонтаж. Настоящий же паспорт один и выглядит так. Он был обнаружен в сумке террористки, выброшенной взрывом из автобуса. Следствие предполагает, что подготовка к теракту велась с 10 сентября. Именно с этого числа Осиялова перестала общаться с родными и знакомыми. В настоящее время на Северном Кавказе ведутся активные поиски возможных сообщников, смертницей и организаторов взрыва.